Урок номер 4. Крокоблок. Премиум плагины для Elementor Pro на WordPress. В этом видео я хочу показать настройки плагина Видеолист. Это возможность вставлять целый YouTube канал вот таким красивым плейлистом, как вы сейчас видите на экранах вашего, например, канала YouTube, прямо на ваш сайт в Elementor Pro на WordPress. Меня зовут Федор Васильев. Подробности в этом видео. Я надеюсь, вы смотрели мои предыдущие уроки по Крокоблоку, как установить плагины, где скачать. Сейчас демку вы видите именно с самих разработчиков Крокоблок. Вот так получилось у меня. Один ролик, например, вот на весь экран с моего канала. Есть миниатюры, можно выбрать, сколько количество роликов отображать. Помимо самого канала можно и внедрять просто определенные отдельные видео на сайт через этот плагин. То есть просто кликаю по миниатюре, здесь видео само запускается сразу же. Весь экран тоже можно делать. И, в принципе, на мобильных устройствах тоже нормально смотрится. На мобильном устройстве будут смотреться вот такие миниатюры. По клику по миниатюре во всплывающем окне сразу ролик запускается. Вот вы это видите. Давайте посмотрим настройки, как это сделать. Потому что здесь нужно получить IP Google, YouTube, чтобы у нас это работало, если мы вставляем сразу целиком канал. И в этом может быть сложность у новичков. Давайте этот этап я проговорю. Итак, вот у меня он здесь есть. Я уже его настраивал, поэтому я его здесь удаляю. В режиме редактирования через Elementor я нахожу JetElements. Выбираю видео, плейлист, плитку, перетаскиваю сюда. Изначально это выглядит так. Вот здесь мы выбираем, что мы хотим вставлять именно либо плейлист, либо целиком ссылку на канал. А вот этот вариант мы рассмотрим позже. Он уже проще у нас. И вот здесь нам говорят, что нам нужно получить IP-ключ. Смотрите, вот на эту ссылку кликаем. Мы попадаем в админку нашего сайта, именно в JetPlugins настройки. Вот здесь вот нужно будет прописать наш IP. Без этого IP у вас это поле будет пустое. У вас не будет работать, если вы канал целиком вставите на сайт. Эту страницу мы не закрываем. Здесь я еще нажимаю, вот видите, здесь нажимаю. И вас перебросит сразу на Google, на правильную страницу. Причем вы должны быть вот здесь. Видите, у меня аватарка. Залоги нены в Google. Авторизованы. То есть, если у вас нет аккаунта, то хотя бы обычную почту Google заведите, чтобы просто был единый аккаунт Google у вас. То есть, вы дальше не сможете за мной повторять, если у вас хотя бы не будет здесь обычной авторизации. Я об этом ставлю акцент, чтобы у вас не было каких-то непоняток. А мы с вами движемся дальше. Смотрите, я кликаю вот сюда. Если у вас уже есть какие-то проекты, вот у меня уже есть проекты, они будут у вас так же выглядеть. Я нажимаю создать проект новый. Придумайте название проекта или напишите английскими буквами для себя. Это никто не видеть не будет, только для вас, чтобы вы не путались. То есть, я напишу YouTube и нажимаю создать. Я создал, но вот здесь он у меня не выбран. Он у меня создается. Вот он, YouTube. Я на него перехожу, чтобы он здесь был выбран. Дальше я нажимаю включить IP-сервисы. Дальше чуть ниже, видите, обязательно YouTube. Именно вот IP-версия 3. Кликаем сюда. Идет загрузка. Дальше обязательно нажимаем вот здесь включить. Итак, видим такую страницу. Чтобы использовать этот IP, нужно создать учетные данные. Нажимаем создать учетные данные. Мы практически закончили. Самое сложное уже, в принципе, позади. Здесь выбираем обязательно YouTube IP-версии 3. Здесь выбираем обязательно веб-сервисы. Вот этот вот второй вариант. Здесь я ставлю точку общедоступные данные. И нажимаю на кнопку выбрать тип учетных данных. Все. У нас все готово. Вот этот IP я выделяю и копирую полностью. Будьте внимательны, что нужно выделить абсолютно весь IP. Если вы как-то неаккуратно скопируете, частично какие-то буквы не войдут, у вас ничего не сработает. Все выделили, скопировали. Мы сюда, скорее всего, возвращаться больше не будем. Возвращаемся в настройки нашего сайта. Именно вот сюда JetPlugin. Настройки JetBlock. Здесь две вкладки. Вот YouTube IP. Проставляем здесь. Причем у нас вот здесь всплывает окно, что у нас сохранилось автоматически. То есть вы можете даже здесь обновить страницу. Не надо не нажимать на какие-то кнопки. Вот у нас все сохранилось. А дальше уже все проще. Идем на канал YouTube. Вот главная страница моего канала. Прям ссылку целиком на канал я копирую. Возвращаюсь. Вот это можем закрыть. Возвращаюсь сюда. Здесь я выбираю вот этот вариант. У нас появляется вставьте URL. Я вставляю URL на свой канал. Нажимаю обновить. Уже миниатюры появились. Уже все работает. Перехожу на сайт. Обновляю страницу сайта. Вот миниатюры мои. Уже все работает. Большая миниатюра здесь видна. Хотя в режиме редактирования она здесь не будет отображаться. Я не знаю почему так. Прежде чем продолжим настройки ниже. Кстати, вот здесь вы сразу выбираете сколько роликов отображается в правой колонке, где у вас миниатюры. Потому что видите, здесь такой получается большой список. То есть весь канал я прямо напрямую вставил на свой сайт. Сразу по стилям я пробегусь. Хотя здесь вы скорее всего сами разберетесь. Фон макета. То есть это фон за изображением. Именно за видео. Ну какой-то вот вариант возьму. Дальше у нас фон миниатюр. Тоже я выберу какой-то здесь вариант. Пускай будет вот такой. Фон заголовка. Далее вот здесь вот этот цвет у нас меняется с самой вот этой плашки. В принципе здесь, я думаю, вы по дизайну разберетесь. Мы возвращаемся сюда. Давайте обновимся и посмотрим, как это на сайте. Вот уже смотрится достаточно интересно. Кликаю, ролик пошел. По настройкам быстро пробежимся. Высота плейлиста здесь можете указать. Дальше вы можете выбрать горизонтально ли. То есть основной ролик будет выше всех. Дальше слева, справа отображение миниатюр других роликов. Дальше вот это вот расстояние тоже посмотрите, как лучше. Показать заголовок миниатюр. Показать, эта верхняя плашка прячется на ваше усмотрение, оставлять или нет. Дальше вот это название на русском пишите. Вот здесь это будет заменяться. Иконку можно заменить. Вот здесь вот какую-то выбрать там, я не знаю. Вот он, видите, меняется. Дальше показывать статус и номера элементов. Вот 1, 2, 3 ролик у нас показывается, если выключаем, больше номеров нет. И вот дальше просто читайте все на русском, я думаю. Поиграйте с настройками, думаю, здесь все понятно. Попереключайте, как для вас будет лучше это все выглядеть. И у нас с вами остается вариант, если мы будем использовать кастом, то есть произвольные ссылки на определенные какие-то ролики YouTube. Если выбираем, у нас появляется здесь дефолтный ролик. То есть я уже, видите, загрузил здесь миниатюру. У вас будет вот так изначально. Здесь заголовок ролика пишите. Здесь вставляете произвольную ссылку на какой-то один ролик YouTube. Дальше миниатюру, если надо выбрать, выбирайте, загружайте свою, если хотите это указать. Дальше здесь full, полная ширина миниатюры. Вы видите, сразу здесь это отображается. И таким образом добавить новый элемент я просто продублирую, чтобы быстро вам показать, как это уже выглядит в целом. То есть это каждый новый ролик, вы вот так открываете и добавляете свою ссылку. Для такого варианта вам не потребуется получать IPK от Google. Давайте обновимся, посмотрим на сайте. Вот так это выглядит. Вот я включаю, например, третий ролик, он сразу запускается, дефолтный ролик. То есть у нас с вами все получается, в принципе, и вот такой вот открытка блок у нас классный плагин. На этом данное видео я заканчиваю и увидимся с вами в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok